Анатолий Овчинников – барнаульский бизнесмен редкого профиля. Он занимается исторической недвижимостью. Два года назад, несмотря на сомнения коллег, облагородил историческое здание на Льва Толстого и сделал его доходным. Сейчас занимается еще одним памятником. Глядя на развалины дома Паскотинова, видит не проблему, а скорее возможность. У меня давно руки чешутся. В городе нет хорошего гостиничного комплекса именно с историей, с архитектурными такими решениями, с отсылом на прошлое. Хороший мини-отель, с хорошей атмосферой, с хорошим номерным фондом. С точки зрения логистики мы находимся в двух шагах от центральной нашей улицы, проспекта Ленина. И туристы, как бизнес-туристы, так и просто туристы, приезжающие в город, я думаю, бы рассмотрели варианты размещения. Правда говорит, на одну только реконструкцию придется потратить не один десяток миллионов рублей. Настолько плачевно состояние дома. Его опасения разделяют и многие другие барнаульцы. Горожане даже провели в соцсетях своего рода флешмоб, предлагая самые разные варианты для реновации строения. Среди вариантов, которые предлагали барнаульцы, были и довольно экзотические. Например, разбить здесь, во дворе, сад. Дескать, и так все заросло, и вкладываться сильно даже не придется. Это было бы даже забавно, если бы не было настолько грустно. Как нам пояснили в Алтае охранкультуре, у особняка два собственника. Малая часть принадлежит одному барнаульскому бизнесмену. Большая – росимуществу, то есть фактически государству. В прошлом году охранкультура обязала собственников начать реставрацию здания. Но эффект нулевой. Никаких мер собственник не предпринял, и поэтому было принято решение обратиться в суд уже непосредственно с иском о понуждении собственника к исполнению мероприятий, которые бы способствовали сохранению объекта культурного наследия. Или на первом этапе, по крайней мере, остановили его разрушение. Краевые чиновники надеются, что судебный процесс поможет хотя бы остановить разрушение памятника. Архитектор Александр Деринк уверен, чтобы это и другие исторические здания стали привлекательны для инвесторов, нужна добрая воля, прежде всего, городских властей. То, как это происходит, например, в таких сибирских городах, как Иркутск, Красноярск, Томск. Там у них есть программа, там создали программу, которой участвуют и городские власти, и областные. Там, в общем-то, это все работает на какой-то хороший результат. То есть там видна, есть программа и видны горизонты там. То есть для людей, для бизнеса понятно, да, они себя там видят, поэтому они участвуют в этом. А здесь-то они не видят себя. Пока ситуация в Барнауле не изменилась, уверен он, необходимо продолжать привлекать внимание общества к проблеме разрушения памятников. И надеяться, что появится богатый и отчаянный инвестор, который на свой страх и риск возьмется подарить тому же дому Паскотинова вторую жизнь. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.